Все к лучшему. Говорят, все к лучшему. Я не верил в эти слова. Я собирался лететь в Москву на собеседование. Работа мечты. Я был очень взволнован. Вечером я завел будильник. Упаковал чемодан. И заранее вызвал такси. Я хотел проснуться в шесть утра. Я лег в постель. Но у меня было много мыслей. Я не мог уснуть. Меня разбудил телефон. Алло, это такси. Я жду вас уже полчаса. Я посмотрел на часы. Половина седьмого. Я быстро оделся. Схватил чемодан и побежал. Успокойся, Сергей. Говорил я сам себе. Это не конец света. Таксист понимал, что я тороплюсь. Он ехал быстро. Мне казалось, что светофор все время был красным. Все против меня. Недалеко от аэропорта мы застряли в пробке. Я просто не мог ждать. Я заплатил таксисту и побежал. Погода была дождливой. Я промок. А мой костюм и мои туфли были все в грязи. Неважно, думал я. Я куплю новую одежду в Москве. Сейчас моя цель – аэропорт. Я добежал до стойки регистрации. Я достал из чемодана свой паспорт и передал его девушке. Мне не нужно было показывать билет. Я купил электронный. «Извините, но вашего билета нет в списке», – сказала девушка. Некоторое время я просто смотрел на нее. Мне захотелось закричать, но я спросил. «Вы уверены, у меня редкая фамилия? Проверьте еще раз, пожалуйста». Девушка согласилась. «Ах да!» – воскликнула девушка. Я подумал, что все будет хорошо. Я нашла ваш билет, но он на завтра. Я не мог поверить своим ушам. Я не получу работу своей мечты, потому что заказал билет на неверное число. Я извинился, забрал свой паспорт. Я набрал номер офиса и объяснил им ситуацию. Я надеялся, что они пригласят меня на новое собеседование. Но они не пригласили. Они пожелали мне удачи. Я не мог простить себя за свою ошибку. Мне не хотелось ехать домой. Мне не хотелось звонить родителям или своей девушке. Они скажут, что будут другие возможности и другие собеседования. Я вышел из аэропорта, поймал такси и поехал в свой любимый бар. Я заказал коктейль и просто смотрел на экран телевизора. И вдруг я услышал что-то о самолете в Москву. Я попросил бармена сделать громче. Это был мой рейс. Рейс, на который я опоздал. Самолет разбился вскоре после взлета. Трудно описать мои эмоции. Удивление, страх, радость и стыд. Работа, карьера. Я мог умереть. Всю дорогу домой я звонил родственникам и друзьям. Они знали о моих планах и думали, что я мертв. Моя ошибка спасла мне жизнь. В тот день я понял, что все к лучшему. И у меня два дня рождения.